Наша Коломна Наши автобусы, то есть и остановки для них. А коль есть остановки, то они должны быть оборудованы так, чтобы создать хотя бы минимум удобств для пассажиров. Навес для укрытия от дождя или снега, ограждения, скамеечки, урны для бытового мусора, асфальт или тротуарная плитка под ногами, освещение, указатели маршрутов и прочее обустройство. Пока же большая часть остановок коломенского транспорта выглядит совсем иначе. Вот так, например. Продолжение следует... Конечно, кое-что на улице города все-таки делается. Например, у юбилея Коломны были установлены несколько остановочных павильонов на стопусах и травах. Но этого ведь явно немного. Да и павильонов таких сосредоточено лишь в центральной части города. Не испытывает удовольствия от убогого облика транспортных остановок и городская власть. Однако преобразить их нелегко, ведь требуется немало средств, которых в коломенском бюджете, увы, не густо. У самих же транспортников проблемы есть куда более важные и с трудом решаемые. Но решать вопросы благоустройства администрация города все же взялась, причем нестандартным способом. На днях глава города Валерий Иванович Шувалов подписал постановление о проведении конкурса на участие в строительстве павильонов, автобусных и трамвайных остановок в Коломне. Зачем нужен этот конкурс? Какие он преследует цели? Нам рассказали в Управлении архитектуры и градостроительства Коломнской администрации. Задолго до того, как было издано постановление главы города Коломны Шувалова о проведении конкурса, видимо, была проведена достаточно объемная работа предварительная. И о том, что было сделано, мы попросили рассказать начальника отдела оформления городской среды администрации города Тамаре Александровне Шленовской. Тамаре Александровне, Вам слово. В 1997 году администрация города была проведена большая работа по улучшению внешнего вида остановок общественного транспорта и обеспечению безопасности пассажиров. Архитекторы выполнили схемы размещения остановочных пунктов. Были подготовлены предложения по замене существующих павильонов остановок и замены их на новые. К 820-летию города была произведена реконструкция ряда остановочных пунктов. Это остановки автобусов по улице Октябрьской революции, улице Ленина, проспекту Кирова, а также трамвайная остановка, городская больница. Работа по реконструкции остановок продолжается и сейчас. Выполнены проекты и изготавливаются павильоны на трамвайных остановках Галутвин и Площадь Советская. По-разному выглядят новые районы города, скажем, Калычёва, 21-й квартал и историческая его часть. Видимо, это будет как-то учитываться при придании архитектурного облика вот этим остановочным павильонам общественного транспорта. Да, конечно. Павильоны будут запроектированы в увязке с окружающей городской средой. А когда наступит пора свершения, кто будет строить эти павильоны? Следует отметить, реконструкция остановочного пункта предусматривает не только замену устаревшего павильона на новый, современный, но и благоустройство территории. Это установка урн, скамеек, цветочниц и даже рекламное оформление, расписание движения транспорта, наименование остановки. Всё это требует больших затрат. Поэтому поступило предложение остановочные павильоны размещать в комплексе с объектами мелкорозничной торговли, а все работы производить за счёт средств владельцев коммерческих предприятий, а не с городского бюджета. Эти же владельцы, надо полагать, будут следить и повседневно за чистотой, опрятностью, благоустройством тех мест, которые им выделены? Естественно, если там будет объект мелкорозничной торговли, вокруг него должна поддерживаться чистота и порядок, то, поскольку он находится на остановке, то, естественно, это будет возлагаться на владельцев коммерческих точек. Когда Вы говорите слова реконструкции остановочных павильонов, что конкретно подразумевается под этой фразой? Реконструкция остановочного павильона предусматривает не только замену устаревших павильонов на новые, но и комплексное благоустройство территории вокруг этой остановки. Сюда входит и устройство плиточного покрытия, установка цветочниц, скамеек, урн, а также и рекламное оформление этих остановок. Это должно быть и расписание движения транспорта, наименование остановки, то есть большой вид работ. Ольга Павловна Жарова, заместитель главы города, которая курирует, отвечает за вопросы торговли в Коломне. Ольга Павловна, до конца конкурса еще довольно достаточно времени, 1 февраля, да, будут подведены итоги? Но, как я уже знаю, достаточно много уже и сделано. Вот расскажите, мы как раз стоим у одного такого киоска, по подобию которого, как я понимаю, будут делаться и другие. Да, это так, но здесь же я должна отметить, что тот киоск, у которого мы стоим, и вот это замечательное предприятие ЧПАСИ, представители которого здесь сейчас, они как раз начали делать эту работу задолго до конкурса. Они не знали, что будет конкурс, но вот их доброе, хорошее отношение к нашему городу, то, что они являются патриотами города, позволило, чтобы они одни из первых, без всякого конкурса, построили такой торговый павильон взамен старой трамвайной остановки. Были, конечно, на их пути трудности. Вот, кто-то их не понимал, кто-то, может быть, не до конца понимал. И был даже такой ответ одного из предпринимателей, он когда сказал, что даже если мне не позволят торговать на трамвайной остановке, я все равно сделаю красивую и хорошую остановку, потому что я хочу, чтобы в городе было хорошо и красиво. И вот если конкурс будет проводиться под таким девизом, чтобы было хорошо не только мне, а в первую очередь было хорошо пассажиру, было хорошо покупателю и просто прохожему, вот тогда у нас что-то получится. Зинаида Анатольевна, директор индивидуального частного предприятия, ОСИА, около которого мы стоим. Вот мы хотим сейчас узнать. Все вообще-то началось, все это. Как вы оказались на этом месте со своей торговой точки? К нам пришла Лилия Ефимовна Михайловская, которая стала партнером в строительстве этой остановки. Идея, в общем-то, была ее, нам это стало очень интересно, и мы решили попробовать. Может быть, одни из первых. Но, как видите, все это получилось. Довольно-таки было тяжело и трудно, но мы встретили одобрение в комитете по торговле, в отделе архитектуры, все отнеслись с пониманием и очень по-доброму. Мы за это им очень благодарны. Вот, вот что получилось. В общем-то, ожидания наши на приток покупателей оправдались, можно прямо сказать, что довольно-таки выгодно. Люди, стоя на остановке, попутно вроде бы как и выбирают себе ее покупки. То есть, вы очень довольны местом расположения вашего магазина? Да. Мы положим, вам поступит предложение еще организовать остановок. Там много в городе? Согласитесь вы на это? Я думаю, стоит рассматривать такие варианты. Может быть. Оставим в стороне вопросы рентабельности или выгодности торговли. Как вы думаете, вот появление подобных павильонов в городе украсит ли оно колонну? Я думаю, что да. И люди, которые это сделают, получат моральное удовлетворение. В городе мы уже видели одну из таких привлекательных транспортных остановок. И, естественно, у нас возникло желание познакомиться с тем человеком, который принял деятельное участие в перестройстве этой остановки. Им оказался Сергей Александрович Ведерников. Это директор фирмы АИС. Сергей Александрович, ну-ка расскажите нам, пожалуйста, как вам пришла идея создать эту остановку еще задолго до того, как был объявлен конкурс? Ну, эта идея пришла нам в прошлом году осенью. Идея была в том, что, во-первых, мы хотели благоустроить данный участок города. Там был неустроен неухоженный газон, провалившиеся дорожки. И, в общем-то, в принципе, виделось все именно так, как вот... То есть, так как мы задумали, так и получилось. Единственное, что было очень много проблем на этапе прохождения проекта, потому что, во-первых, это было дело новое. Во-вторых, в то время уже как-то всем приелись эти палатки из металла. Но мы тут, как говорится, во-первых, две новых вещи ввели. Во-первых, мы за свой счет взяли очень большую территорию по благоустройству. Там порядка 100 квадратных метров только благоустройство. Решетки, асфальт, бордюры. Плюс взяли еще тем, что мы отделали ее сайдингом. Это отделочный материал американский, где предусмотрена 50-летняя гарантия цвета. То есть, этот павильон не требует ни покраски. Его помыл с мылом щеткой, и он выглядит так же, как только что поставленный. Но тут еще хочется сказать, что, конечно, если бы не заместитель главы администрации поторговали Ольга Павловна Жарова, то, возможно, мы бы вообще там не смогли ничего сделать. Потому что только вот она нам поверила, что мы за это дело возьмемся. С самого начала будем делать хорошо, и в конечном итоге все доведем до конца. Мы сначала благоустроили все, и только потом уже поставили павильон. То есть, по сути дела, мы начали с того, что это не какая-то там забегаловка очередная временная, а действительно дело полезное для города, ну и, соответственно, мы имели свой коммерческий интерес. И вот на протяжении всего года мы старались там что-то еще внести свое. То есть, весной мы там сделали зеленое саждение, посадили деревья. То есть, мы сумели в этом проекте остановку поставить так, что не пострадала ни одна травинка, можно сказать, а наоборот, там еще больше появилось зелени. В общем, мы постарались учесть мнение жильцов, чтобы там не было никакого-то злачного, грязного места, ни криминального. И сейчас там стоят лавочки добротно сделанные, и многие пассажиры и многие покупатели, они были в восторге от того, что наконец-то этот участок города был приведен в должный вид. Такой, как он должен быть выглядеть в нормальном городе. Не исключено, что администрация по итогам конкурса может предложить вам повторить нечто сделанное. То есть, выделить, допустим, вам еще одну какую-то трамвайную остановку с теми же задачами, которые вы уже решили. Согласились бы вы на это? Да, мы бы согласились бы, и мы бы с радостью взялись бы за это. Есть уже наработанный опыт. И вообще, в целом, я так считаю, что за счет коммерческих структур, особенно тех, кто имеет розничную, кто занимает срочную торговлю, можно было бы город в течение двух лет привести в надлежащий вид, сделать его лучшим в области. Продолжение следует...